Конечно, уместно заседание секции книги в нашей библиотеке именно в этом году. Безусловно, вы знаете, что совсем недавно, не скажем, что неделю тому назад, университет встречал Союз Библиотеки, и библиотека имела исключительно активное участие, я бы сказала, в разнообразном мероприятии, посвященном этому событию. Ну, безусловно, вас, как книга о любых идей книги, я думаю, здесь интересует тот аспект, о котором мы предлагаем вам сегодня поговорить, а именно мы хотели бы вас сегодня познакомить с той издательской продукцией, которую подготовила научная библиотека Одесского университета. непосредственно к юбилею, и, может быть, еще и заплатим несколько последних лет, поскольку, возможно, какая-то информация осталась незамеченная, а, возможно, она помогла вас заинтересовать. Надо сказать, что планы у нас были издательские очень большие. Вы знаете, что несколько последних лет в университете функционирует собственное издательство, это, как и называется, Одесский университет. И мы уже несколько таких достаточно важных для себя изданий там, в частности, каталоги и сборники научных трудов, и они были библиотеки. Разумеется, услугами этого издательства пользуются успех от разделения университет. Но наряду вот с этим издательством, в таких, можно сказать, праздничных изданиях, привлекаемых, более опытных издательств, и, в частности, речь идет о двух, собственно, юбилейных изданиях, которые я вам сейчас нахожу, да, которые уже пришли, и были приземлены собственного юбилейного университета, 12 мая, на коммуне, в торжественном собрании, выходном взятой на ученом совете университета. Это книга «Золотые имена» Одесского национального университета имени Мечникова. Это специальная такая памятка, которая, вы видите, представляет собой в своем роде такое справочное издание с фотографией, краткими биографическими сведениями о тех персоналях, которые были готовы. Здесь фигурируют следующие по-доминациям. Лауреаты Нобелевской премии в лице Ильи Ильича Мечникова. Еще раз для всех, кто, возможно, волнуется по этому поводу, повторю, что университет по-прежнему на сиху университета. Номинанты на получение Нобелевской премии – академики, члены-корреспонденты и научные деятели. Книга выполнена на выкроительном языке. Кроме того, здесь есть полезные и необходимые приложения. И вот такая книжечка символизирует собой очередную очень круглую дату. Да, 150-летие. Это действительно очень солидная дата, особенно учитывая исторические реалии нашего города в хрестоматийном их исполнении. Есть ли по-прежнему считать, что Англеса была основана в 1794 году. Так что 150-летие университета – это для нас большая такая солидная дата. Я думаю, что я буду вам предназначать ознакомиться с изданиями. Будете на них посмотреть. Теперь я хотела бы показать вам издание, которому непосредственно причастен наше отделы – отдел редких книг и рукописей. И вот мы с Майей Владимировной. Я бы хотела вам представить еще Майю Владимировну, как бы заведующую нашим отделом уже только почти год. И она изложит очень важные для нас сведения о тех изданиях, которые еще готовятся. И прокомментируют, я думаю, вот эту выставку, в которой вы видите небольшая выставка у нас подготовленная, связанная с книгами Виктора Ивановича Григоровича. И вот я просто хочу сказать, что эту книгу выполняли сотрудники нашего отдела, в частности, Майя Владимировна, я и еще наша коллега Евгения Владимировна Бережова. Книга называется «Шедевры в коллекциях университетской библиотеки. Западноевропейская каравера 15-19 века». И для этого издания было отобрано более 80 гравюр из более чем 60 изданий. И она делится на две разделы. Во-первых, книжная гравюра, потом альбомы гравюр и картографические издания. Ну, строго говоря, вы можете увидеть, что вся книга построена следующим образом. Вы все равно можете открыть. На одной стороне листа собственного гравюра, или иногда это две, сочетание двух или даже трех гравюр и текст. Книга выполнена на двух языках, но, в принципе, на английском языке. Но, разумеется, библиографическое описание книги, я попрошу вас обратить на это внимание, потому что у нас здесь описаны не гравюры, описание не гравюры, а описание книги, как источника, где находится этот гравюр. Разумеется, библиографическое описание книги выполнено на языке оригинала, а аннотации выполнены на украинском и английском языках с переводом и названий самого источника и названий гравюр, если они имеются, и, разумеется, с биографическими данными об авторах, гравюрах, издателях и других исполнителей этих гравюр. Вот Великтина спрашивала у меня, спрашивала у нас, кто отбирал эти гравюры для такого издания. Хочу сказать, что, конечно, вопрос очень сложный, поскольку наше собрание, конечно, нельзя сказать, что оно чрезвычайно богато графическими произведениями, но, тем не менее, поскольку оно чрезвычайно богато книгами, раздел книжной гравюры мог быть десятки-десятки раз, а может быть, в сотни раз больше. Но, кроме того, в первую очередь, благодаря французскому конту, у нас есть очень любопытная коррекция альбомов гравюр, с которым мы тоже познакомим в этом издании. Поэтому, действительно, отбор сделать было очень сложно. Выбор делался непосредственными исполнителями, то есть нами, сотрудниками отдела Великких книг, при такой очень активной роли нашей администрации, как директора бендертики, так и ректора, который привел большую заинтересованность. Огромное спасибо, поскольку вы видите, что книга издана на достаточно высоком уровне, и, соответственно, является весьма дорогостоящим изданием, но мы, конечно, все-таки справились с этой задачей, как нам кажется. Но мы не искусствоведы по определению, мы все исполнители как раз люди с историческими образованиями, с определенным видением книги и отношением к ней. Ну и, кроме того, конечно, мы занимаемся историческим книговедением здесь на своей работе. Поэтому для нас так важно было научное консультирование, которое любезно согласилась и доставила нам Елена Юрьевна Грибова, заведующая отделом музея западно-восточного искусства. Она, в общем-то, нас консультировала на всех этапах, включая этапы город, то есть мы с ней советовались, так сказать, при, когда уже у нас был какой-то макет издания, мы советовались по поводу аннотации, советовались по поводу оформления. Поэтому, конечно, это чрезвычайно важно было для нас, вот такое компетентное консультирование со стороны специалистов, поскольку, конечно, повторяю, мы имеем дело с книгами. Безусловно, даже само описание, кроме Руми, колоссальную специфику, вот, ну, должна сказать, что мы все были необыкновенно увлечены этой интереснейшей работой, вот, и надеемся, что справились с поставленными задачами. Понимаете, конечно, это не каталог. У него, кстати, такой вот заголовок у этого издания, покажу вам, вот, цепольный лист, каталог альбом. Мы даже сначала хотели назвать его просто альбомом, но все-таки Ирина Юрьевна настояла на том, чтобы это был каталог альбом, все-таки это повышает, ну, некоторых претензий на научный состояние из этого издания, вот, здесь есть все необходимые атрибуты такого рода издания, включая библиографию, вступительное слово и вступление, введение с краткой характеристикой фонда, с краткой характеристикой структуры избрания и так далее, и так далее. Ну, я хочу сказать, что это работа необычная, безусловно, для нас. И хотя мы уже в свое время проводили выставку, посвященную английской гравюре, по-моему, в 2008 году, в конце 2008 года у нас была такая выставка, это был самый первый опыт, ну, можно сказать, ну, я имею в виду, конечно, вот сейчас работающих специфик, сотрудников библиотеки, вот, соприкосновения с графическим искусством, но, тем не менее, конечно, издание потребовало гораздо больше усилий, больше глубины, больше точности, ну, в общем-то, это работа, повторяю, с планом большого удовлетворения. Значит, буквально два слова о том, я бы, наверное, еще раз, тираж небольшой, поскольку это издание подарочное, и, думаю, что в пределах трехсот экземпляров. В пределах трехсот экземпляров. Ну, по поводу провинансовых этих гравюр, которые здесь были отобраны для этого издания, как книжный экземпляр, так и, собственно, трагерный альбомный экземпляр, да? Я бы хотела сказать, что, конечно, львиная доля, это Воронцовский фонд, это библиотека Воронцова, вы все хорошо очевидно знаете, что в Воронцовском собрании, в том числе в собрании Воронцовского дворца в Одессе, дальше, которые в собрании Воронцовского дворца, хранилась совершенно роскошная коллекция картин, гравюр, карт и так далее, да? Поскольку у Воронцовых куда репутация не только экстрасных библиотеки, но и коллекционеров предметов и практически на протяжении полутора коллекций, в общем-то, они выполняли эти коллекции, о чем свидетельствуют архивные документы, в частности, специальные особые каталоги, где зафиксированы и картины, и графика, и карты, в том числе. В силу самых разнообразных исторических обстоятельств, а в частности перемещения еще до революции значительной части собрания из Воронцовского дворца по действию в Алубку, а также последующих различных метамофоз, связанных с временным объединением нашей библиотеки с библиотекой Горького, в общем-то, конечно, запасы этих разделов в французском собрании несколько сократились, несколько сократились. Ну, что сделало, возможно, зато, в общем-то, нам как бы сделало не то, что легче задача, но сделало подъемной задачи, да, просмотра практически всего собрания с этой точки зрения и отбора. Но, повторяю, здесь представлены гравюры не только из коллекции Воронцовых, но и в целом из фонда в библиотеке, есть гравюры из Строгановского фонда, из библиотеки Станка Григорьевича Строганова, и целый ряд изданий не из общего фонда, а из фонда отдела редких книг и рукописи, то есть это эти книги, которые достаточно давно были отобраны в наше дело. То есть в любом случае это такие редкие, либо очень ценные издания. То есть вы видите, что хронологические рамки издания 15-19 столетия, действительно, первый раздел и в целом издание начинается с трех гравюр из поистине для нас уникальной книги, в том смысле, что она является самой роскошной инкунабулой, самой знаменитой, пожалуй, инкунабулой. И мы располагаем таким первым изданием этого шедевра книгопечатания европейского 15-го века. Это хроника мира или всемирная хроника Гартманна Шеверри. И вот первые три иллюстрации это как раз гравюры к этому изданию. Это конец 15-го века, 1493-й год. Ну и заканчивается где-то в середине, в начале второй половины 19-го столетия, в частности, во втором разделе этого издания, где представлены альбомы гравюры и книжные гравюры, и мы уже показываем такие блистательные образцы гравического искусства второй половины 19-го века. Ну, я думаю, что мы сейчас немножко полистаете для издания. О его структуре, я сказала, у нас еще следует сказать, есть такой совсем небольшой, но очень важный третий раздел, как я сказала, кавитографические издания. Он тоже представлен, главным образом, картами и адвесами сохраничивался из собрания Воронцовых. Но наше издание уже успело получить благожелательные некоторые отрики, в частности, на прошедшую из таких библиотеки было достойно теплом. Конечно, для нас это первый опыт подобной работы. Начальство обещает продолжение. Мы поживем и увезем. И будем благодарны вам за рекомендации, возможно, развиваться какие-то пожелания. Насколько действительно работа очень интересная, мы очень ответственные и повторяем во многом для нас новое. Я прошу прощения, я, наверное, слишком увлеклась детям этого издания, поскольку мы его только-только недавно закончили, и это все еще очень для нас близко.